Ракшасы – это демоны-людоеды и злые духи в индуизме и буддизме. Согласно Рамаяне, ракшасы были сотворены брахмы для охраны воды или произошли из ног брахмы. В этом эпосе дается описание уродливого вида ракшасов, каким они представились союзнику Рамы Хануману, когда тот попал в город Ланку в образе кошки. В других источниках утверждается, что ракшасы были потомками Пуласти или Нирити. Ракшасы изображаются обычно в виде полуметровых косматых чудищ с желтоватой кожей, гранитными зубами, иногда в человеческом образе, цвет их черный, иногда синий или зеленый. В индуизме ракшасы являются собирательным образом темного начала, то из всего, что несет страдания, несправедливость и зло существующий мир, нарушает хармический порядок. Повелителем ракшасов является Кубера. Ракшасы оскверняют могилы, причиняют всяческие беспокойства брахманам, пытаются завладеть ребенком беременной женщины. У них ядовитые ногти, и они питаются человеческой плотью, лошадином и протухшим мясом, выпивают коровье молоко. Ракшасы пытаются вселиться в человека, когда он ест или пьет, и, попав внутрь, начинают терзать его внутренности, и причиняют болезнь, а также доводят человека до сумасшествия. По вечерам ракшасы стараются напугать людей, устраивая танцы вокруг их жилищ, крича по обезьяне, шумят и громко смеются, а ночью летают, приняв образ птиц. А главное их власть и сила наступает ночью, и прогнать их может только восходящее солнце. Ракшасы обладают мистическими способностями и могут принимать различные облики – собаки, коршу, носовые других птиц, брата, мужа, любовника и так далее. В то же время Сергей Константинович Булич отмечает, что индуитской мифологии не все ракшасы одинаково злые и делятся на три класса. Первое – безобидное существо – якшма. Второе – это испольны или титаны – враги богов. Третье – это демоны – обитатели кладбищ, нарушители жертвоприношений, которые оживляют мертвецов, пожирают людей, нападают на благочестивых и любым способом причиняют как можно больше вреда.